Дмитрий Шендрик Дмитрий Шендрик Дмитрий Шендрик У меня даже немного ноги подкашиваются Так что если я сегодня упаду Ты меня подними и мы продолжим нашу передачу Хорошо? Ну договорились Серьезная и профессиональная на телеэкране Ответственная в работе Активная и веселая в жизни Что скрывает образ умной блондинки И скрывает ли что-то вообще Сейчас Наташа Мы раскроем все карты Готово? Ну все не надо Ну ты готова? Ну ладно. Ну смотрим. А не серьезно. Способна убить взглядом и ослепить улыбкой. Автор и ведущая программ «Давайте разберемся» и разговор на ТВ-5 Наталья Зайченко. Говорят, любую еду можно есть или не есть. Все дело вкуса и предпочтения. А вот продукцию торговой марки «Козацька ферма» не есть просто невозможно. Все такое вкусное, качественное и всегда свежее. Вот и сейчас еле сдерживаюсь, чтобы не откусить кусочек. Ну как тебе? Вся правда? Да. И даже более чем. Вот такая вот она Наталья Зайченко. И мы сейчас прямо приступаем к готовке. И перед тем, как мы узнаем, что ты будешь сегодня готовить вместе со мной, у тебя будет еще красивее. Потому что у такой прекрасной девушки должен быть самый красивый фартук. Я тебе помогу. И пока я тебе завязываю фартук, ты расскажи мне, что ты приготовила и что мы будем готовить на кухне. Ну ты серьезно завязываешь. Ага, понял, так аккуратнее. Ну прям вот серьезно, да. Наташа, что будем готовить? Мы сегодня будем готовить французский завтрак. А знаешь почему? Нет, пока еще нет. Потому что ты с Франции только вернулась. Ты там уже завязывай, прямо в переносном смысле. Так, секундочку, сейчас мы тебе должны все поправить. Ты же идеальная девушка, да? Да, Дима. Итак, все правильно, пока говоришь, да. Итак, ты сказала французский завтрак. А знаешь почему? Да. Французский завтрак, мне кажется, он самый романтичный. Сейчас ты узнаешь. А французский завтрак, он, наверное, подразумевает, что ты его привезла с Франции, нет? Тебе было бы невкусно, если бы я его везла, аж Франции привезла только сейчас. Ладно, рецептуру мы раскроем немножко позже, а пока говори, как правильно называется блюдо, которые входят в состав французского завтрака. Сначала мы приготовим сырники с начинкой, но не творожное, как ты сейчас можешь подумать. С каждой новой передачей у меня становится почек все лучше и лучше. Сырники с чем будут? С изюмом и джемом. Ты напоминаешь мне учительницу русского языка со школы, точно. С изюмом и джемом. 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 Второе блюдо. Говори, как называется? Яйца пашот. Яйца пашот? Это кишина? Не ашот, а пашот. А, пашот. Яйца пашот. Так, яйца. Пашот. Пашот. Есть. С сырным соусом. Думаешь, все тебе так просто? Ну, в конце уже не так красиво ты пишешь. Так я все ниже и ниже наклоняюсь, мне же неудобно, у меня же рука. Не в природном состоянии, ты не подумай, у меня не всегда так. Я сейчас еще проверю. Сон. Есть. Фух, все, готово. Я думаю, что готовить мы будем быстрее, чем писали, да? Хочется в это верить. Я тоже. Так, что нам необходимо, и я думаю, все ингредиенты, которые ты просила, я уже подготовил, и они все на столе. Что входит в состав первого блюда? Сырники с изюмом и джемом. Кроме, внимание, чего? О, изюма и джема, а джема, а джема не просто так. Что еще? Смотри, нам понадобится, ну, творог, понятное дело. Как правильно, творог или творог? Данный момент, неважно. Я же учительница русского языка. И так и так правильно, знайте. Молодец. Творог, мука, сахар, изюм и джем, ты угадал. И потом нам еще понадобится сливка, да, для украшения. Все должно быть красиво. Будем постепенно рассказывать, что будем готовить. Начинаем. Это блюдо все-таки откуда оно пришло в твой рацион? Из Франции. А в твой рацион откуда? Нет, на самом деле я узнала от мамы. То есть мама научила тебя готовить? То есть ты будешь дальше из поколения в поколение передать, то у вас что, семейное блюдо будет? Да, пусть так. И мне тоже, да, будешь передавать? То есть я, получается, я твой сын, ты меня научишь сейчас? Слушай, ты не сказал, что ты мой отец. Ну, я не знаю. Нет, ну ты же меня учишь. Так, все, поехали. Все ингредиенты на столе. Итак, что мы делаем сперва? Для начала нам нужно перетереть творог, чтобы он был нежный и красивый. А у меня все должно быть красиво. Чтобы была однородная форма, да, чтобы не было вот так вот раздельно комочками. Необходимо сито. Так. И непосредственно блюдо, куда мы будем все это перетирать. Да. Сюда мы высыпаем творог. Вот это блюдо тебя мама научила готовить. А вот была ли какая-то, может быть, были какие-то изменения в рецептуре? Может быть, ты что-то свое добавила? Поверь, да. Было что ли? И не совсем это удачно получается. То есть, когда ты первые разы делала, у тебя получались не сырники, да? Первые. Ты подожди, я сейчас еще не сделала. Сейчас посмотрим. Какие-то угольки на сковородке. Не, на самом деле я тебе хочу сказать, что я очень способная. Вот все, что не попробую первый раз, у меня все прекрасно получается. То есть, тебе достаточно один раз попробовать, чтобы затем научиться готовить это блюдо? Да, и не только учительница хорошая, но и ученица. И, кстати, хвалить меня должен ты, а не я сама себе. Какая умница! Как она перетирает творог! Видишь? Ты практически уже все перетерла. Кая, ты молодец. А какое было первое блюдо в твоих воспоминаниях, которое ты пробовала? И, кстати, правда самое сложное сразу. Которое ты пробовала или готовила? А ты спрашиваешь, которое я готовила или пробовала? А ты на какой вопрос отвечаешь? А ты чего это так формулируешь, как я на программе? Давайте разберемся. А потому что я учился на твоей программе. Я же говорю, ты моя учительница. Я тебе хочу сказать, что первое блюдо, которое я попробовала готовить, и оно тоже сразу получилось, и оно тоже такое романтичное, это грязная работа на тебе. Да, конечно. Которое ты приготовила, первое блюдо, я тебя внимательно очень слушаю. Незаметно сразу, кстати. Я серьезно задерживаю? Аккуратненько и красивенько. А вот так вот правильно, смотри, вот так вот правильно. Да, какое первое блюдо приготовила? Я пекла печенье. Печенюшечки? Да. А знаешь, почему я выбрала это блюдо? Потому что там тоже все романтично. Там и формы сердечек, и формы человечков. А потом ты их разрисовываешь, и все очень красиво. Есть где разгуляться и дать волю своей фантазии. Нам есть где разгуляться и сейчас, кстати. А это ванилин. Все правильно? Ванильный сахар. Ванильный сахар. И необходимо яйцо. Высыпаем сюда желток. Так. Дальше мы добавляем муку, и все потом вместе будем перемешивать. Может быть, перемешивать буду я. Или может быть? Да, я все добавлю, а ты перемешивай. Хорошо. Муки мы немножко оставим, чтобы потом на досочку и на руке было. Угу, хорошо. Сахар тоже сюда. Да. Ну скажи, как я это красиво делаю. Ты очень красиво это делаешь. Ты это делаешь искусственно. Ты это делаешь так же, как и ты разговариваешь со своими гостями в своих передачах. Идеально. Заговорил зубы так же, как и я заговариваю гостям в своих передачах. А давай джем сделаем. Давай. И так будем готовить начинку. Для этого нам нужно яблочный джем. Смешать с изюмом. Кстати, джем обязательно должен быть охлажденным. А как проверить охлажденный он или нет? Он охлажденный. Давай, как температуру мама проверяет время. Охлажденная в 17 градусов. Отлично, да. Ты меня не пугаешь. Это у меня рот термометр. Добавляю. Мне руки трястись начались. От моего рта термометра. Так, ну и скажи, до какого момента нам это все перемешать? Этого достаточно. И последние штрихи от Наташи прекрасной зайчинка. Чтобы все было красивенько. Чтобы все было за все, что... Вот посмотри, да, вот так вот собрал, собрал покрышку. За все, что не возьмется, Наташа, зайчинка, у нее все получается идеально. Что ты еще хочешь, кроме я из пашота сырников, я не понимаю. Я хочу от тебя много чего в плане кулинарии. Больше рецептов, больше вкусностей. А пока мы готовим нашу начинку для сырников. Я поделюсь с тобой, Наташенька, и с вами, дорогие телезрители, парочкой полезных советов. Мы здесь в Винегрет-шоу завтрак готовим. Делаем сырники с изюмом и джемом. У меня есть пара секретов и советов для вас, друзья. И я расскажу, как сделать ваше блюдо таким, чтобы было, ну просто, ну, пальчики оближешь. Итак, для сырников используйте только свежий творог, иначе они могут получиться кислыми. И вы даже не сможете замаскировать этот вкус большим количеством сахара. Творог должен быть сухим, поскольку избыток сыворотки придется компенсировать мукой. Она лишит сырники классического творожного вкуса и сделает их похожими на резину. Слишком влажный творог можно откинуть на сито и дать лишней влаге стечь. А для получения более нежной, бархатной консистенции, его взбивают блендером или смешивают с творожной массой. А вот вам еще один совет от Димы Шенрика. Не кладите много яиц, иначе творожная масса получится слишком жидкой. Вам придется добавить больше муки, а почему это нежелательно, вы уже знаете. В классических рецептах сырников на 500 граммов творога берут одно-два яйца. Они прочно скрепляют все ингредиенты. И не пытайтесь делать сырники слишком сладкими. Сахар превратится в сироп, сырники раскиснут и потребуют много муки. А вот для пикантности тесто можно ароматизировать щепоткой соли, ванилином, корицей, мускатным орехом, кардамоном или шафраном. Также можно подавать сырники со свежими фруктами, ягодами, вареньем и сгущенным молоком. Наташа, настал тот момент, когда я должен тебе кое в чем признаться, и вам, дорогие телезрители. Буквально сегодня мне приснился сон, и в нем, в этом сне, была ты, эта кухня, этот стол. И наш генеральный спонсор, торговая марка Козацька Ферма. Так вот, мы готовили, общались, веселились, все как сейчас. И знаешь, у нас получилось, ну, очень вкусно. Стал ли мой сон вещем, узнаем дальше. А также не пропустите секреты красоты и здорового питания от Натальи Зайченко. Вот так вот мы и живем, вот так вот мы и готовим. И пришла пора приступить к образованию сырников. Да, нужно формировать сырники, для этого нам нужно обязательно досточку мукой. Ну, давай я поухаживаю тебе сначала, Стива. Ага. А мы будем все это выкладывать вот на доску? Как выкладывать? Мы будем здесь формировать, тебе нужны и руки здесь. А, то есть мне еще и руки надо будет испачкать немного. Ой, как я не люблю, это я люблю, когда только гости пачкаются и когда только гости готовы. А, то есть, дорогие друзья, в вашем внимании представляется идеальный завтрак от Натальи Зайченко. Французский и романтичный. Просто в магните свое лицо в эту муку и вам станет сразу бодрее. Хорошо, я надеюсь, это не одно нахолонный мехсик. Действительно, так и происходит. Друзья, у нас тут немного будет сырничков, но тем не менее я привык делиться. Хватит. Я привык делиться. Бери первое и показывай, как будем формировать сырники. Руки в муку. Как ты сказал, вымазываем. Вымазываем. Делай кружочки. Делаю. И вот такие вот формочки сырников. Слушай, у меня тут теннис получается. Красивенько. Ты сейчас доиграешься опять. Все, 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 я аккуратненько. Я просто сбиваю. Судя по твоему внешнему виду, у тебя здоровое питание – это образ жизни. На самом деле, да, я стараюсь придерживаться здорового питания. Скажем так, нет, я знаю практически все о здоровом питании и здоровом образе жизни. А какие рецепты красоты от Натальи Зайченко? Как сохранять фигуру, внешний вид, красоту? На ПМЖ. Что? Поменьше жрать. Ага. И фигура. ПМЖ. И в принципе ты фигуру сохранил. Вот. Ну, на самом деле, да, нужно обязательно включать тренажерный зал. Ну, понятное дело, традиционный рецепт красоты – это не кушать вечером. Хотя, опять-таки, не кушать после шести вообще – это все неправильно. Почему можно кушать? Ты позволяешь себе холодильничек открыть, посмотреть и что-то? И не только это я себе позволяю. Ну, почему не делать себе легкий салатик? Так, готово. Теперь давай сюда будем засыпать то, что мы только что намесили с тобой. Перекладываем теперь начинку в наши сырники. Отлично. Смотри, чтобы мы их могли красиво сделать, кладем не очень много. Ну, я вот смотрю на тебя, оцениваю и вижу, какие у тебя красивые прелестные руки, какие ухоженные ногти, какая ты красивая, да. Говори. И мне очень нравится, честно говоря, твой бицепс даже немного. Ты давно его подкачивала? Давно ты прекратила ходить в тренажерный зал? А ты давно перестал делать комплименты красивой женщине? Бицепс красивый? Я, да. Да ладно. Узнаешь, какой у меня самый любимый подкач к девушкам? Какой у тебя бицепс? Какой у тебя бицепс, крошка? Какой самый оригинальный метод знакомства с тобой был? От мужчин, естественно. Со мной боятся знакомиться мужчинам. А почему с тобой боятся мужчин знакомиться? Ну, я такая серьезная на программе. Это ж теперь уже, я не пойму, что... Не, ну понятно, когда депутаты приходят, они же не будут, ты им задаешь. Ну, когда вы решите проблему с ЖКХ? У тебя такой бицепс. У тебя такой бицепс. Вот так вот они, да? У тебя такой бицепс, крошка. Сделай сырник. Так, теперь заворачиваем. Заворачивай, как вареничек. Вот так вот. Так, заворачиваем. И придаем им форму вот так вот колбаске. И вот последний сырничек готов. Итак, панировочные сухари. Разбей два яйца. Куда? А, вот сюда. Або что? Хорошо. Так, нам необходимо два яйца для чего? Мы будем макать туда сырники, сначала в яйца, потом в панировочные сухари. А, хорошо. И на завородочку. Венчик подать тебе. Подай мне венчик, пожалуйста. Пока ты будешь обмакивать, обволакивать сырники в том, что я приготовил, а я пока поставлю ска-па-ра-ду. Давай. Скажи, я вот сейчас вот стал более привлекательный? Нет. Делаю. Ты умеешь делать комплименты мужчинам. А я и не должна делать комплименты мужчинам. Ну, как говорится, 10 комплиментов ей, один от нее. Все? Сам придумал только что, да. И обратим внимание, что для того, чтобы хорошо прожарить сырники, необходимо добавить, ну, довольно-таки много масла. Каким маслом ты пользуешься? Оливковым. Оливковым. Опять-таки здоровый. Отгадай, какое у меня? Оливковое. Как было сложно догадать. Сколько у нас с тобой общего? Не забудьте сырники обмакнуть в яйцо и затем, как называется этот процесс, который ты сейчас делаешь? Панировать. И запанировать в сухарях. Все, готово. Пока ты это все сделала, уже успела сковорода нагреться. Ну, не команда ли? Ну, не команда. Команда, Dream Team, я бы даже сказал. Теперь выкладываем. Или еще немного подождем. Ну, как по мне, уже масло успело разогреться. Давай, еще даже меньше. Давай. Что же это огонь все меньше и меньше? Стухает, потому что нету взаимности. Нету ответа. Нету обратной связи. Ты бы лучше помог. Лучше бы я помолчал. Или так. У тебя здесь так жарко. Интересно, это от сковороды. Или от тебя. Отзывайте, у меня лучше получается. Учись. Ну, не могу я сказать нет, потому что это... Да, мне нравится, как она говорит для комплимента. Переворачиваем. Переворачивай. Выключаем плиту и убираем ребят. Оставляем немного отдохнуть. Правильно, да? Ребят, отдыхайте. Нужно нам перекладывать их на противень. На противень. Вижу. Бери противень и, кстати говоря, покадай. А можешь сейчас сделать следующее? Можешь показать свою бицушечку вот так вот и пронести на противень? И что еще сразу предупреди, чтобы я понимала, как реагировать? Ну, никак. Просто ничего не надо будет делать. Просто возьми и как будто представь, что он весит 90 килограмм. Можешь лезть? Давай я тебя сразу будет спешить. Спешил форум. Меня? Нет, я вешу 74. Ну, ладно. Кому мы обманули, 90? Девушка не должна вот так вот вести противень. А ну-ка, покажи. А как? А как она должна есть? Ну, как-то там вот так вот. Я не знаю. Как-то красиво. Ой, как это красиво. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Так. Перед тем, как мы будем выкладывать сырники на противень, необходимо сделать так, чтобы из них вышла ненужная лишняя влага. Выпивать. Для этого, нет, пить мы не будем. Это масло, оно же очень вредное. А если ты его выпьешь, то у тебя... Усвоил, усвоил. Да, у тебя... Но желудок твой не усвоит. У тебя не будет такой шикарной фигуры, как сейчас. Уже близко. Ладно. У-у-у, я уже рядышком. Так, выкладываем просто бумажное полотенце. Можно даже вот здесь вот еще один слой. И отправляем их в дух. Нет, и потом будем их кусать. Нет. И теперь перекладываем сырники на бумажное полотенце и даем возможность сырникам немного отдать все-таки этой влаге, о которой мы говорим. Все готово. Красотища! Красота, но еще не все готово. Теперь нам нужно отправить его в духовку на 5-6 минуток. Отлично. Давай, этим займусь я. Но без твоей помощи мне не обойтись. Помоги мне, пожалуйста, открыть духовку. За что я тебе скажу еще, еще, еще и еще много комплиментов. Так, смотрим. Смотрим правильно. Ставим вот так вот. Аккуратненько. Да, да, да. Закрываем. Супер. Отлично. Мишин комплит. Что теперь делаем? Ждем. А пока мы ждем, все-таки хочу попросить тебя, раз уж ты ходишь в тренажерный зал и что-то уже успело подкачать себе из мышц. Показать нечего. Почему? Ну покажи нам, как на соревнованиях по бодибилдингу девушки показывают свои мышцы. Вряд ли мне когда-то предстоит это сделать, поэтому хотя бы здесь на кухне. Повторяй за мной. А, то есть мне надо повторять, да, я готов. Ну тоже ж так, я не в идеале. Ну понятно. Ножку надо выстрелить. Бедро чуть-чуть. Вот так? Да, чуть-чуть вот так. Ножки все равно. Вот так. Вот так. Напрягаешь бедро максимально, чтобы показать здесь свою мышцу. Я чувствую. И руки здесь тоже напрягаю. Ой, у меня все мышцы сейчас напряглись. Нравится? И что дальше надо делать? Все, устоять и красоваться. О, дорогие друзья. И напрягать максимально мышцы. А мне кажется, что Наталье Зайченко уже можно задуматься над... Это не так делай. А как? Вот так вот. Да ладно, делайте. Я думаю, что Наталье Зайченко можно даже задуматься над программой «Давайте потренируемся». Так, мы уже все успели здесь почистить. Пришла пора доставать сырники из духовки. Идешь и показываешь мышцы. Вот так. Идем. А, подожди, надо с этого бедра. Идем. Космотри, как у меня прекрасно получается. Ну, пусть так, ладно. Ну, я тебе скажу честно. Дорогие друзья, если вам понравилось, отсылайте смс на короткий номер 0324 с цифрой 1. Если нет, все, поехали. Так, ну я и узнаю, понравилось. Красивые, уже приготовились. Они уже готовы, будем доставать маленький противень. Большой нам не понадобится. Так, смотрите, кстати говоря, если кто-то задумывался по поводу того, что салфетка может загореться, это абсолютно не так. В детском саду, когда сидела, не знаю, там, в столовой или где, ну, в каком-то... В группе кушала. В группе кушала, да? Ты мечтала стать кем? Певицей. Певицей? Я так себя представляла певицей. А еще тогда было прикольно. Певица... Блин, она сейчас есть и наобидится, чем слышу. Да ничего страшного. Певица Натали. Она тогда только начинала. И сейчас вычисляется возраст Наталии Зайченко. Да. Это ветер с моря одул, ветер с моря одул. Нагонял в виду. Это твоя любимая песня? Да, да. Не сейчас, а тогда была. Тогда, а помнишь, продолжай. Ветер с моря одул, ветер с моря одул. Нагонял в виду, нагонял в виду. И сказал ты мне. И сказал ты мне. Больше не приду. Больше не приду. Давай дальше. Давай украшать уже. Будем украшать. Давай украшать. Теперь мы сюда добавляем. Будет красиво, если мы украсим виноградом. Мускатный виноград, я смотрю, у тебя здесь. Кстати, очень правильно ты выбрал. Конечно, я знаю. Давай, давай, давай. Скажем виноград. И теперь необходимо все это посыпать сахарной пудрой. Да. У меня есть, как всегда, под рукой на кухне. Такое приспособление. Возможно, многие не знают, но я уже давно им пользуюсь. Лет 26. Знаешь, что это такое? Что это такое? Эта штука называется диспенсер. И он посыпает сахарной пудрой. Красивенько вот так вот. Смотри. И для украшения нам подается немного мяты. Держи, это будет мне. Наташа, а тебе я оторву целую ветку, чтобы у тебя была возможность выбрать самой, какой листик тебе нравится больше. А, подожди. Наталья Зайченко, будьте моей гостей на сегодня. Только сейчас, да, решился. Вот такой вот я решительный паренек. И украшаем. Как-то в единой стилистике. Получается, и я неправильно украсил. Нет, ну почему неправильно? Каждый по-своему украсил. Да, ты неправильно украсил. Итак, дорогие друзья, именно так. Нет, лучше не так. Именно так. Возьми, пожалуйста, покажи. Именно так должны выглядеть сырники с изюмом и джемом. В нашем случае это повидло. Ну, какая разница? Можете использовать и джем. Главное, что ну вкусненько. И первое блюдо я объявляю, дорогие друзья, готовым. Именно поэтому я, с вашего позволения, Наташенька, в честь тебя обвожу первое блюдо. А мог бы обвести в сердечко, если бы в честь меня. Ну, все уже, уже оно будет похоже. Второе обязательно в сердечко. У гальяне или кальоне закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. Так когда-то писал Пушкин в одном из своих писем. Так говорю сейчас и я. А все почему? Потому что мы переходим к нашему второму завтраку. Яйцам пашот. Посмотрим, может, к концу программы я начну стихи писать о яйцах. А спонсор нашей программы неизменный. Торговая марка Козацька Ферма. Оставайтесь с нами. Будет вкусно. Я предлагаю отставить в сторону сырники, потому что к их дегустации мы приступим немножечко позже. Ну, ага, я думал, ты уже пробовать хотела. Переходим ко второму блюду. Яйца пашот. Для того, чтобы приготовить первый пункт, яйца пашот, нам понадобится... Яйца. Яйца они есть. Так, два яйца есть и вода. И вода. Так, берем сотейник, набираем чистую воду. И еще один маленький секрет. Для того, чтобы яйцо, а точнее белок, хорошо свернулся, нам понадобится что? Нам понадобится лимонный сок. Есть, все. На максимуме ожидаем, пока закипит вода. А перед этим предлагаю перейти к непосредственно яйцам. Для того, чтобы приготовить яйца пашот, давай рассказывай все, что ты знаешь. Кстати, есть разные способы. Я расскажу способ, которым готовлю я. Давай. А я потом... Способ, естественно, который будем готовить мы сегодня. Который проще гораздо, поскольку это просил ты. Да. Итак, когда водичка закипит, нужно сделать воронку. Можешь взять и показать, как это можно сделать. Смотри. Только когда закипит. Вот так вот делаешь воронку. Не так, чтобы аж совсем... Ураганчик водяной. Так, 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 да. И потом сюда в воронку аккуратненько разбиваешь яйцо. А если просто туда бросить яйцо без скорлупы? Не делая воронку? Да. Да нет, будет некрасиво. Развезется и получится что-то не то. Этот метод приготовления яиц, естественно, так же правильный. Но у меня есть лайфхак. Как приготовить яйцо пашот с помощью, внимание, как вы думаете, чего? Чего? Пищевой пленки. Пленки. Итак, разворачиваем ее. Вот у меня есть доска. Мы поставили такую тарелочку посредине. И разворачиваем на вот такую вот ширину. Ширину нашей доски. У нас как раз и водичка выкипает. Поставим ее, пока она огонь немножко поменьше. Отрезаем пищевую пленку. Так. Заберите, пожалуйста, немного. Давай. И затем... Забыл один секрет. Надо смазать немного оливковым маслом. Совсем капелюшечку. Что-то интересно у тебя получается. Оп, достаточно. Немножечко можно даже... Подай мне кисточку. Подай мне кисточку. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Так, размажили. И теперь уже точно все готово для того, чтобы яичко отправилось домой. Ну, назовем вот эту вот тарелку домом яйца. Так. И теперь, смотри. Вот таким вот движением соединяем все уголки. Вот так вот мы завязываем плотненько, чтобы не вытек белок и желток первое яичко. Я тебе его дарю. Я тебе... Я тебе его дарю. И аналогичным способом заворачиваем второе яйцо. Второе яйцо также готово. А теперь мы опускаем в кипящую воду вот такую вот красоту ровно на одну минуту. Затем, спустя одну минуту, мы должны дать яйцу пашют немного настояться, довариться в течение 10 минут. Запомнили время? Запомнили. Теперь на раз, два, три опускаем. Вы готовы? Ты готова? Готова. Мы готовы. И поехали. Опускай, опускай. Так, отпускай. Отпустила. Отпустили. Чик-чирик. Убираем спустя одну минуту яйца пашют, чтобы они доваривались. Так, переходим к соусу. Все верно? Да, ты банку любишь. Будем готовить соус на... На банке. На паровой банке. Так нам понадобится не только сотейник и вода, и миска. И вода. Нам еще понадобится веник. Веник. Мы же в бане будем это все делать. Так, хорошо, наливаем воду. Так, давай. Немного. Есть. Так, ставим на гу. И помимо паровой бани... Нам понадобится два яйца и сливочное масло. С удовольствием схожу и принесу тебе... И все так у тебя есть. Повиноваться твоим приказам не одно удовольствие. Тем более, что масло сливочное от нашего вкусного партнера торговой марки Козацька Ферма. Десять минут прошло, друзья. Не забываем о яйца пашот. Выставляем, выкладываем их. Смотри, получились. Выкладываем их. А теперь переходим непосредственно к тому, что мы и хотим сделать на паровой бане. Мы сейчас будем смешивать желтки с лимонным соком. С лимонным соком. Теперь необходимо масло добавить на сковороду. Да. Выкладываем сколько нам необходимо. Вот такой маленький кусочек. Вот этот маленький кусочек. Итак, не забываем не особо сильно перемешивать. И выливаем сливочное масло в яйцо с лимонным соком. Так, добавляем сюда сыр. Добавляем, помешивай, ставь на огонь, не забывай. И теперь мы добавляем туда, внимание, что? Проверка для вас. Помните? Сливочный сыр. Сливочный сыр. В данном случае мы заправляем сыр Филадельфию. Так, и теперь сразу без остановки туда засыпаем очень важный ингредиент. Еще, еще помешивай, помешивай. Высыпаем зелень. И финальный аккорд. Не забудьте хорошо это все по вкусу посолить. Немножечко. Достаточно. Соленая пища тоже время хватит. И немного поперчить. Да. Достаточно. Да. Есть. Этот завтрак будет абсолютно невкусным, непитательным, если мы не подадим все это на красивом хлебе. Кстати говоря, я его заранее завернул пищевой пленкой, чтобы он не зачерствел, чтобы он сохранял свою свежесть. Да. Сейчас мы его будем поджаривать. Для этого нам понадобится очень тоже важный момент. Ребристая сковородка. Как говорится, сковородка-гриль. А если у вас нет сковородки-гриль, то просто сделайте тосты. Так, а пока сковорода нагревается, почему все-таки не стала певицей? Что пошло не так и почему ты пошла все-таки в итоге на телевидение? Ну, ты же слышал, как я пою? Да, да. Это ответ, почему я не стала певицей. Ну, кстати говоря, схожесть с Натальей у тебя есть. Очень феноменальная. Мало того, что волосы, но и ты красивее. Намного красивее. Ты близок. Ты близок. Да, да, да. Так, поджариваться. Как все-таки попало на телевидение? Я не хотела идти на телевидение. Меня затащила подруга на первом курсе университета. Была практика на меня. Ну, пожалуйста, пойдем со мной. Вот я хочу на телевидение. Ну, ладно, пойдем, схожу. В итоге я осталась работать на телевидении. Она выбрала абсолютно другую стезю. Ты пришла на телевидение. Первый опыт работы какой был? Помнишь свой первый эфир, свою первую запись? Ну, я сразу пришла работать журналистом. Ты выкладывай пока хлебушек. Я работала журналистом в службе новостей. И довольно долго, около семи лет. А уже потом я стала ведущей театром программы. Какая была первая программа? Программа, она же и сейчас у меня эта программа «Давайте разберемся». И потом еще появилась программа «Разговор». «Разговор». Ну, опять-таки такой каверзный вопрос. Какая передача тебе больше нравится? Разговор с твоим напарником? Либо же, может быть, давайте разберемся. Они разные, вот такие же разные, как и я разные в жизни. Давайте разберемся, это серьезная программа, так и программа «Разговор. Вечерний. Легкий. Эфир». Как тебе удается сразу переключаться вот из жизни, когда ты такая веселая хохотушка вся, на позитиве, на такие серьезные темы, которые вы затрагиваете в твоих передачах? Вот так. Что, Вадим, Вадим? А еще, ты знаешь, очень бодрит фраза «5 секунд до эфира». 5 секунд до эфира, и сразу ты встала, и все как будто бы пальцем рукой сняла. Пальцем сняла. Ты когда-то и слышала такую фразу, все как будто бы рукой сняла. И, по-моему, вот сейчас вот эта сторона, вот, то, что необходимо. Красивая, да. Теперь мы перекладываем тосты. Итак, что мы сейчас делаем после того, как... Оп, давай вот так вот. Давай, давай, эта сторона красивая получилась. Так, теперь мы должны на наши тосты выкладывать ветчину. Ветчина также напоминаю от нашего партнера торговой марки «Квазатька ферма». Вот такая вкусная, питательная и, самое главное, всегда свежая колбаса. Друзья, я уже всю программу считаю минуты до того момента, когда смогу попробовать завтрак от Наташи Зайченко. Что у нас получилось? И согласится ли Наташа готовить такие завтраки мне каждое утро, смотрите дальше. И независимо от ее ответа, генеральный спонсор нашей программы остается неизменным. Торговая марка «Квазатька ферма». А купить продукцию нашего вкусного партнера можно в фирменном магазине по адресу улица Столеваров, 2, Вознесеновский район. Наташа, я вижу, ты уже положила ветчину на свой тост. Давай, я тебе сделаю. Сделай мне кожа приятная. Так, накладывай и раскрывай тайну. Дальше следующим слоем у нас будет идти что? Соус или яйцо пашот? Яйцо пашот. Яйцо пашот. И это правильный ответ. Как раз просто отрезай, отрезай вот у основания узелка. Отрежь, пожалуйста. Ну хотя бы, хотя бы для меня. Ради меня, Наташа. Ладно. Наташа, отрезай. Да. Да, да. Так, и аккуратно снимаем пленочку. Перевернули и сняли пленочку. Вторую я, пожалуй, сделаю сам. Попробуй. Я очень смелый парень, поэтому сделаю это без особого труда. Надеюсь. Так. И переворачиваем. Вот через эту сторону это сделаю. Так. И снимаем пленку. Ура! Па-бам! Готово. И остался последний штрих, который мы готовили, это соус. Наташа, ну вот твоя работа связана непосредственно с общением и встречами с политическими деятелями, с людьми высшего ранга. Скажи, пожалуйста, вот что они там предпочитают употреблять в пищу на обедах? Вот что они любят и, собственно, может быть, даже раскроешь тайну, с кем эти обеды были? Давай начнем с первого вопроса и им же и закончим. Хорошо. Ну, ты, наверное, ждешь ответ по типу, как у меня итальянская, кухня французская, да, пожелания? Нет. Обычно это так. Борщ, сало нарубайте. Ну, и там чесночка добавьте. Все очень просто, вот правда. Ну, в основном предпочтения вот такие у меня. То есть они на встречах с людьми просто экономят на обедах, возможно? Потому что это ж надо себе и тебе предложить. Знаешь, в те заведения, в которые они ходят, борщ там тоже ничего такого. А, не из дешевых. Да, да. Все ясно. Итак, необходимо еще украсить все это. Смотри, у меня у тебя красивый получился. У меня для тебя есть цветы. Давай. Ох. Эти зеленые цветы для тебя. Но это более, знаешь, это, наверное, не цветы, а украшения. Это вкуснотища, которую мы сейчас выложим на стол. Вот так вот красивенько. Так. Берем, отрываем и кладем рядышком. Ну что, второе блюдо готово. Я тебя поздравляю. Спасибо. Давай. Команда. Яйца пашот с сырным соусом. Дорогие друзья, вот так вот выглядит идеальный французский завтрак. Предлагаю обвести. Обвести кого? Обвести. Правильно. Не тебя вокруг пальца, и не меня. А обвести пункт номер два. Все равно забыл, что сердечком. Ну ладно. А, я забыл. Никак ты не захотел этот вопрос добить. Ну, все-таки я нарисую вот здесь вот сердечко специально для тебя, дорогая. Все, мы готовы. Ну а перед тем, как попробовать два блюда, приготовленные вместе с Натальей Зайченко, мы, дорогие друзья, вспомним, что мы готовили и как. Для приготовления сырников с изюмом и джемом вам понадобятся творог, мука, яйца, сахар, ванилин, повидло и изюм. Не забудьте также о панировочных сухарях, сливочном масле, сметане и просоль. В протертый творог добавьте сахар, яичный желток, муку и ванилин. Все это перемешайте и разделите на кружочки толщиной в полсантиметра. Подготовленный и обсушенный изюм хорошо вымешайте с охлажденным джемом. Потом положите начинку на подготовленные кружочки, сформируйте колбаски овальной формы. Теперь смочите в яйце и запанируйте. Жарьте сырники 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Доведите их до готовности в духовке в течение 5-7 минут. При подаче посыпьте сырники сахаром или сахарной пудрой. Отдельно подавайте сметану. Летом можно украсить блюдо свежими фруктами и веточкой мяты. Чтобы приготовить яйца пашот на тостах с белым сырным соусом, вам нужно яйца, ветчина вареная и тосты. Для соуса потребуется сливочное масло, яичный желток, лимонный сок, сливочный сыр. Для начала сделайте яйца пашот. Опустите его в кипящую воду. Пусть яйцо варится ровно 1 минуту. Теперь снимите кастрюлю с огня и дайте яйцу дойти в горячей воде. Ровно 10 минут. Тем временем приготовьте соус. Растопите масло в сотейнике. Смешайте желтки и лимонный сок в большой миске. Установите ее над кастрюлей с не сильно кипящей водой и взбивайте. Постепенно вливайте масло. Взбивать нужно до тех пор, пока масса не станет густой, кремообразной. Теперь поджарьте хлеб с обеих сторон. Сверху положите кусочки ветчины. Выньте яйцо пашот из воды и выложите его на тост с ветчиной. Полейте все теплым соусом. Ну что ж, мы вспомнили, как мы и что готовили, а теперь это что и как мы будем пробовать. Самая вкусняшка, самый классный этап. Начинаем, скорее всего, не с десерта, а с завтрака, с яйца пашот с сырным соусом. Так, держи столовые приборы. Наташа, начинай ты первая, я даю возможность гостям первым, и спустя 10 минут я смотрю, можно ли мне пробовать. Так, давай, отрезаем. У меня вот, кстати говоря, не знаю, как правильно сказать. Короче говоря, из яйца потек желток, если можно так сказать. Правильно, так и должно быть. Да, пробуем. Это федевр. Это идеальный завтрак. Наташа, после того, что между нами было, сегодня на кухне, после того, как я попробовал этот завтрак, я хочу задать тебе всего лишь один вопрос. Готова ли ты каждое утро готовить мне такой прекрасный завтрак? Согласна? Может быть, лет через 10, 20, 30 посмотрим. Я уже буду старый, зачем я тебе нужен буду? Отличный завтрак. Друзья, советую. Эта рецептура подтверждена нами, что она является идеальной. Яйца пашот с сырным соусом одобрено. Переходим к дегустации десерта. Наташа, ты готова? Давай. Я готов. Честно говорю, обожаю сырники. Но твоя рецептура меня, ты знаешь, удивила сегодня. Пудры, как и говорил, побольше. Как просил. Знаешь, как мораль. Смакота! Только чего-то не хватает. Можно даже добавить немного. Сметанки. Сметанки. Куда же сырники без сметанки? Давай тебе так будет еще вкуснее. Я, честно тебе скажу, я специально хотел попробовать сырники без сметаны, потому что вот когда ты без нее пробуешь, именно тогда истинный натуральный вкус появляется. А теперь следующий кусочек давай со сметанкой. Перед тем, как попробовать сырники теперь со сметаной, нам необходимо промочить горло. А делать это будем мы с тобой чистой водой. Держи. Спасибо. Я же говорил, что у нас сегодня будет романтический завтрак. Без бродершафт? Без. Да, пожалуй, да. Это надо будет квадратик ставить в уголок. Ну, за тебя, за твой завтрак. Да нет, за тебя, красавица. Все. Теперь ты уже положила себе? Да, я уже попробовала. А ты мне уже положила. И тебе тоже. А я люблю побольше сметанки, я люблю всего-то побольше. И сахарной пудры тебе побольше, и сметанки побольше. Пробай. И не забыл сделать это. Нет, ну если мне понравится. Другое дело, ну вот сразу вкус детства, бабушка, деревня. Ммм, ку-ку, ку-ку, такие все дела. Круто. Так как мы с тобой сегодня приготовили блюда, которые мы с тобой планировали, я попрошу тебя под ними поставить свой фирменный автограф Натальи Зайченко. Прошу, подходи, оставляй свой автограф, Наташа. А мелок можно взять другого цвета? Для девушек мы приготовили розовый мелочек. Так. Ставь побольше, вот тут все, что снизу пусто, это все для тебя. Готово. А я вот здесь вот напишу, напишу, Н плюс Д равно. А вот что это равно, друзья, узнаем через 10 лет. Ну а теперь фирменное селфи. Подходи ко мне на фоне того, что мы сегодня с тобой приготовили. Подходим. Ну и конечно же, по старой доброй традиции, мы с тобой должны прокричать. Название моего шоу, ты готова? Готова. Давай. Виннигрет шоу. У меня много памяти на телефоне, поэтому делаю все время много селфи. Ну и конечно же, от нашего генерального спонсора, от торговой марки... Подарочки. Козатька Ферма, я вручаю тебе подарочный набор. Спасибо. Держи. Тебе спасибо огромное. Дорогие друзья, вместе с вами на моей кухне готовила вкусный и полезный завтрак Наталья Зайченко. Ну и конечно же, я, кулинарный гуру Дмитрий Шендрик. Увидимся ровно через одну неделю. Это было Виннигрет шоу. Пока-пока. Все, да? Можно? Давай, я заслужил. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Готово? Не устала уже. Ты вообще не устала? А прикинь, мы уже восьмой день здесь не кормленные, не поины, без женщин. Видела я, какие вы не кормленные. Понимаешь, чего я тебя обнимаю? Я тебе не надоел еще, да? Пока нормально. Нормально? Ну, просто, ну, кадр заставляет, я обычно не такой. Да все равно не. Я нормально. У-у. Я нормально. Обмакнуть. Хорошо. Дорогие друзья, не забудьте обмакнуть в яйцо и запанировать в сухаряк. Что завоняло так? А, это что у нас в сковородочке подогревается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова